В зале музея изобразительного искусства собрались талантливые люди юга. Им есть чем удивить гостей выставки прикладного искусства. Мастера привезли свои лучшие работы – изделия из войлока, резные картины из дерева, гобелены и ювелирные изделия. Каждый из авторов пытается отразить творениях, традиции предков и передать мастерство молодому поколению. Выставка проводится в рамках празднования Наурыз-Думан. Ярмарка приурочена ко Дню национального искусства. Здесь представлены работы таких мастеров, как Батырбек Утепов, Хуттубек Жакупов, работы мастера по резьбе, по дереву, Яки Ауэльбековой, а также неповторимые работы семейства Бейсбековых. Наша цель – пропагандировать и ознакомить жителей с обычаями и традициями народов Казахстана. Возродить. Радует, что число народных умельцев с каждым годом становится всё больше. На выставке прикладного искусства представлены более 60 работ 20-ти ремесленников. Особым вниманием посетителей выставки пользуется уголок художника и ювелира Ашербека Жердебаева. В его коллекции сувениры из драгоценных и полудрагоценных камней, кинжалы, украшения и непременные атрибуты обихода казахов. Мастер говорит, что каждая вещь эксклюзивна, а потому и стоит немало. К примеру, этот мужской пояс из серебра и кожи – филигранная работа, на которую ушло несколько месяцев. Обойдется он новому владельцу 800 тысяч цинге. Сядешь без вдохновения, у тебя никогда ничего не получается. А вот когда вдохновение уже идет у тебя, уже как-то работа, хорошая работа уже выходит. Я в основном, ну почти и во сне, можно сказать, и наяву, постоянно думаешь о творчестве. Поэтому, когда думаешь, всегда проходят какие-то мысли. Вот мысли уже после этого заражаются, типа вот такие работы. Все мастера, чьи работы представлены сегодня на выставке, в конце недели поедут в священный город Туркестан. Там на аллее длиной в 300 метров южноказахстанские умельцы постараются удивить иностранцев, показать национальный колорит и богатую культуру казахского народа. Каждый турист, приехавший на Наурыз, должен уехать с памятным сувениром.